Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и я рад представить вашему вниманию гонку Чемпионата Мира по велоспорту 2019 года в игре Pro Cycling Manager 2019. Это групповая гонка, которая проходит у нас на территории Великобритании, и сегодня мы едем её за сборную команду Польши. И, соответственно, нашим капитаном является здесь Михаил Квитковский, и под него мы собрали следующую команду. Ну, вы видите, собственно, её на экране. Это Руцкевич, это Весниловский, это Потерский и Рафал Майка. И, не вижу, как тебя зовут, Кеслик будешь. Кеслик. Ну, не важно, в общем. Главное, что нашим капитаном является Михаил Квитковский. И сегодня нам предстоит, несложная, я думаю, задача, доехать до финиша, потому что, ну, выиграть здесь за Квята получится навряд ли, ибо этот чемпионат мира немножечко неправильно построен, что здесь выигрывают чистые спринтеры. То есть, условный Кали Бьюен и Дилан Груновегин спокойно проходят через все неровности трассы в Йоркшире, если я ничего не путаю. Ну, а если путают, то какая разница. И выигрывают спокойно впоследствии финиш. Ничего, им невозможно противопоставить, если у тебя в команде нет чистого спринтера. Именно поэтому сегодня не едем мы за сборную России, потому что в ней ни одного чистого спринтера нет и никогда, наверное, не было. Но едем мы за Квитковского, который, в принципе, может раскачать пелотон и в итоге сделать так, чтобы спринтеры просто не дожили до финиша и там уже проспринтовать из группы таких чистых панчеров и там, в принципе, одержать победу Квята, я думаю, по силам. Немножечко мы промотали эту гонку, потому что, ну, неинтересно смотреть первую часть, где просто пелотон едет, старается не отпустить далеко группу отрыва, которая сегодня у нас почему-то состоит из одного человека. Ну, а мы постепенно подъезжаем к финишу. Остается всего ничего, 86 километров. На фоне того, что гонка 280, так это вообще крохи остались. И остается у нас всего-навсего 5 кругов по этой шикарной трассе городской, на которой, ну, достаточно тяжело будет ехать в реальной жизни, однако здесь, в принципе, проблем никаких не возникает и пока что польские развозящие уверенно везут Квитковского к финишу. По-тряски пока что очень хорошо справляются со своей работой. Майка и Руцкевич досиживают на колесе до того момента, когда им надо будет выйти вперед и отработать свой кусок. Но пока что в пелотоне нет никакого такого активного движения. Ну и неудивительно, остается еще целых 75 километров. Куда рыпаться? Это еще половина обычного этапа какой-нибудь многодневки. Ну, конечно, на чемпионате мира это уже 3 четверти пути, на самом-то деле. И, в принципе, атаки здесь вполне могут быть, однако это нелогично атаковать именно здесь. 70 километров остается отрыву. Сейчас 70 километров остается уже и пелотону. Минута 26 всего-навсего разрыв между единственным гонщиком, оставшимся впереди, и группой из 154-х человек. Потихоньку начинает ускоряться пелотон, однако поляки по-прежнему сидят своим небольшим поездом, в своем собственном темпе, который они уверенно поддерживают и спокойно сидят в группе. 60 километров тем временем всего-навсего остается, и минута до единственного гонщика из отрыва начинаются первые отвалы, потому что падает Андрей Зейц из сборной команды Казахстана. Начинается активное такое броуновское движение в пелотоне. Потихонечку подзатирают так сборную команду Польши, но Квята сейчас должен потихоньку выбираться, ибо как-то не комильфо быть затертым. Меньше 50 километров уже остается, и потихоньку начинают добирать человека из отрыва, кто бы ты ни был человек. Кстати, кто бы ты был? По-моему, это представитель сборной России, и если это представитель сборной России, то вердикт может быть только один, это Павел Кочетков. Ну-ка, кто ты? Да, россиянин, судя по форме, и да, это Паша Кочетков. Ну что же, хороший отрыв сегодня для Паши на 240 километров, однако немного не додержал, буквально, сорокетик, и он бы стал чемпионом мира. Но тем временем не смогли договориться, кто же из них двоих будет атаковать, протоковал Мац Петерсен, и вместе с ним протоковал Сорен Крак Андерсон. И немножечко у них не получилось отъехать, буквально вот самую малость. Их вдвоем поймали коллективными усилиями Пилотона, но в основном усилиями сборной команды Италии. В лице, как я понимаю, ну кто-то может везти, Афини, наверное, там должен везти, ну либо Филиппо Ганна. Я не знаю, кто там у них. Ну, в итоге, главное, что не мы, и это уже хорошо. Тем временем падают, к сожалению, Кеслик и Визнеровский, однако они не являлись частью поезда, поэтому переживать нам не стоит. Ну а Патерский потихоньку начинает вывозить сборную команду Польши вперед. За 30 километров до финиша надо уже потихоньку перебираться в голову группы, которая начинает раскалываться. В основной группе остается 47 человек. Она у нас именуется Пилотон. В первом отвале уже 37. И там есть кто-то из фаворитов, судя по графике внизу. Лучше бы, конечно, не пускать их, поэтому можно, в принципе, выйти и вперед, и поработать даже, я думаю, нашим таким сплоченным коллективом. Немножечко подзатирают сейчас сборную Польши. В основном это делали итальянцы своим поездом. Бельгийцы пытаются вклиниться в состав поезда сборной Польши, но мы просто выйдем на другую сторону дороги и по левой бровке Патерский вывезет поляков в голову группы и спокойно повезет дальше. В голове работает кто-то из голландцев. Здесь же рядом Италия. Здесь же представители Австралии и Германии, как я понимаю. Австралийцы работают на Калиба Юэна. Это Нейтан Хаас. Итальянцы должны работать на Вивьяне. И впереди работает Мина Формалина. А вот кто тут еще работает? Да, бог его знает. Джанни Маскон. Ну, неудивительно. Не видно пока, что впереди звездную сборную Бельгии. Хотя странно, здесь и Ванарт, и Жильбер, и Ванавермат, и кого тут только нет. В общем, тут и Ламбард, и Ван Марке, и все подряд. Интересно, выйдет ли у них что-нибудь из такого звездного состава. Потому что, ну, вдруг они не сработаются. Патерский тем временем уверенно отдает всего себя на то, чтобы вывести Квитковского в голову группы. Что у него, собственно, и получается за 15 километров до финиша. Ну, и пока что, уверенно, уверенно сборная Польши возглавляет. Пилотон. Руцкевич готовится принимать свою смену, потому что Патерский уже начал уставать. Итак, давай, давай, давай уже. Все, давай смену. Мы поедем следующими. Так, немножечко тесняет представитель сборной Австралии одного из поляков. Руцкевич принимает свою смену. И, по сути, у сборной Польши остается всего три гонщика. Руцкевич, Майка и Квитковский. В принципе, должно хватить, учитывая то, что до финиша остается всего-навсего девять километров. И шансы сборной Польши достаточно хорошо так выглядят. Достаточно высокие у них шансы на итоговый успех. Вперед вышел один из бельгийцев. Начинают они развоз, скорее всего, по два нарта. Да, Ваут держится в голове группы. Здесь же голландцы, работающие на Дилана Груна Вегена. Здесь же Кали Бьюэн, который, в принципе, похоже, уже остался один. Ну, а для Квитковского пока что все условия целых два развозящих. И Рафал Майка за пять километров до финиша готовится принимать свою смену. Квята начинает выходить потихоньку вперед. И за пять километров надо использовать энергетические гели. Так, немножечко что-то не принимает Майка пока что свою смену. Однако вот сейчас Рафал на самом крутом участке начинает развозить Михаила. Впереди один из представителей сборной Италии. Здесь же двенадцатый номер сборной Бельгии это Филипп Жильбер. Представитель сборной Италии под сорок восьмым номером скорее всего это Давиде Формуло. Пока что не видно штатных спринтеров. Хотя нет, вот он. Сорок первый номер это Элия Вивьяни сборной Италии. Майка начинает свое ускорение. Квитковский и Майка пока что идут первыми колесами и готовятся проспринтовать именно с первой позиции. Километр двести начинает свое ускорение Михаил Квитковский. Слева Рафал Майка также начинает. Выходит Груновегин и Юэн. Здесь же Вивьяни. Здесь же Сэм Беннет. Не выпускают они представителя сборной Франции коим является Арно Демар. И Калеб Юэн становится чемпионом мира. А это был это был Славок Петер Саган. Небольшая ошибочка шестым заезжает Михаил Квитковский. В принципе в дуэли со штатными спринтерами Квятов показал себя очень и очень уверенно. Ну и что же. Вот такая вот у нас двадцатка сильнейших. Сейчас вы видите на своих экранах результаты. Ну а моя работа на сегодня закончена. Спасибо вам всем за просмотр. Меня звали Николай. Пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok